Куркумин и рак поджелудочной железы Рак поджелудочной железы – это одна из самых агрессивных форм рака человека с очень высоким уровнем смертности. Он является четвёртой по частоте причиной смерти от рака в США с ежегодной смертностью в 32 тысячи человек. Только 3% людей живут 5 лет с этим диагнозом, а в среднем пациенты живут меньше 6 месяцев. Поэтому этот диагноз сопровождается самыми мрачными прогнозами. Это одна из самых плохих новостей, которую приходится сообщать пациентам. Единственные препараты, одобренные Министерством здравоохранения США – это гемцитабин и эрлотиниб, которые дают ожидаемый результат лишь в 10% случаев, а в большинстве случаев вызывают серьёзные побочные эффекты. Существует острая потребность в других вариантах лечения. Клинические исследования по тестированию новых препаратов разделены на несколько этапов. Испытания на первом этапе всего лишь проверяют безопасность препарата, чтобы понять, какая доза является максимально допустимой для человека. Куркумин прошёл ряд таких испытаний. Его токсичность оказалась настолько минимальной, что дозировка ограничивается лишь числом таблеток, которые пациент сможет проглотить. Во второй фазе проявляется наличие эффекта. И куркумин подействовал на двух пациентов из 21 испытуемого с раком поджелудочной железы в последней стадии. У одного из них опухоль сократилась на 73%. Вот этот результат. До и после. Эта язва оставалась небольшой, но со временем развилась ещё одна опухоль, устойчивая к действию куркумина. У другого пациента наблюдалось постепенное улучшение в течение года. Он был стабилен в течение 18 месяцев. Вообще-то, маркеры раковых клеток у них подскочили только во время короткого трёхнедельного перерыва в приёме куркумина. Таким образом, мы можем утверждать, что куркумин помогает некоторым больным, и, что самое важное, не имеет побочных эффектов. Никакого токсичного эффекта не было обнаружено при приёме 8 грамм куркумина в день. А если принять дозу больше 8 грамм? Мы не знаем, потому что никто не согласился принимать такое количество таблеток. Эти пациенты были готовы пройти самое ужасное на свете лечение химиотерапией, но не хотели потрудиться и глотать большое количество капсул. В любом случае, единственный способ победить рак поджелудочной железы – это прежде всего его предупредить. В 2010 году я представил самое масштабное исследование в истории, в ходе которого я обнаружил, что жиры животного происхождения увеличивают риск возникновения рака поджелудочной железы. Но какой животный жир самый опасный? Я провёл ещё одно самое масштабное исследование, чтобы ответить на этот вопрос. Самым вредным оказался жир птицы. Первый полученный результат. На 72% возрастает риск возникновения рака поджелудочной железы при ежедневном употреблении 50 грамм птичьего жира. Это примерно четверть куриной грудки. Причина, по которой белое мясо оказалось вреднее красного, может быть в образовании канцерогенов в курице во время приготовления. Гетероциклические амины образуются в жареной и запечённой курице. Эти мутагенные вещества в два раза увеличивают риск возникновения рака поджелудочной железы. В других недавних исследованиях учёные из Сан-Франциско сравнивали обычную американскую диету с итальянской. Высокий уровень потребления мяса и других животных продуктов, а также рафинированных углеводов, увеличивал риск возникновения рака поджелудочной железы в то время как диета, богатая овощами и фруктами, снижает этот риск. Потребление мяса может увеличить этот риск, а употребление соевого мяса, как оказалось, может его значительно снизить. Те, кто включает в свой рацион блюда с растительным мясом, как, например, вегетарианские бургеры или хот-доги, трижды в неделю или чаще, больше чем вдвое снижают уровень риска развития смертельного рака поджелудочной железы. Бобовые и сухофрукты имеют схожий эффект. Субтитры создавал DimaTorzok